Гонка за длинным рублем теперь не актуальна в цене монеты. Все потому, что в кассах большинства севастопольских банков предпринимателям выдают преимущественно крупные купюры. В банке не хватает российской мелочи. Не хватает из-за того, что нет размена. Допустим, 5-10 рублей, 2 рубля. Рядом соседний банк российский. Там, к сожалению, не завезли, потому что только есть бумажные купюры, а самих разменных монет и поэтому нет. Севастопольские маршрутки, магазины и такси теперь могут составить конкуренцию киоскам обмена валют. Сдачу с российских рублей водители и продавцы зачастую дают в гривнах. Причем у большинства курс совершенно свободный. У меня было, я даю 50 рублей и мне дают сдачу гривнами. Ну, как бы ощущение не очень. Люди постоянно дают полкиники, сотки, самые ходовые купюры. А 10 рублей, 5 рублей очень мало. И поэтому приходится уже там гривнами как-то добавлять. О том, что копейка рубль бережет, в российских банках, конечно, знают, уверяют. Проблема решится, как только севастопольские филиалы начнут сотрудничество с Центробанком. Как только банки откроют счета в Центробанке, здесь местном, в Севастопольском, либо Симферопольском, в зависимости от регистрации филиала, так все равно начнут подкрепление получать валюту, рубль. Однако на вопрос, стабилизируется ли ситуация с мелочью до полного перехода в рублевую зону, и когда севастопольские магазины смогут дать сдачи, специалисты нам ответить так и не смогли. Александра Толкачева, Денис Корвель, программа «Наше время».